Здравствуйте! До Нового Года остались две недели. Подготовка идет полным ходом. Как отметить праздник весело и без головных болей, мы поговорим сегодня. Знакомьтесь, у нас в гостях главный нарколог Мездрава Чувашия, Булыгина Ирина Евгеньевна. Ирина Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте! Вы к нам пришли с девизом «В Новый год без алкоголя». Скажите, такое возможно? Вы знаете, это не только возможно, так должно быть. Потому что всегда мы начинаем все делать с понедельника, с нового месяца, а здесь с нового года. И поэтому перед жителями нашей страны, в том числе и перед жителями нашей республики, стоит очень важная задача – сохранить свое здоровье. А для того, чтобы сохранить здоровье, сохранить наш человеческий потенциал и не программировать детей на потребление алкоголя, и потом не плакать у врача-психиатра-нарколога, что кто-то виноват, нужно показать ребенку, не говорить, а именно показать, как можно провести встречу Нового года. Мы сегодня говорим о том, что дети, они делают то, что делают родители. И если мы проведем после праздников маленький психологический эксперимент, как дети проводили праздник, они чокаются. И второе – на рисунке, что такое праздник, рисует традиционно алкоголь вместе с елкой. То есть в результате, учитывая, что алкогольная программа устойчивости в нашей центральной нервной системе, то есть у каждого человека есть своя устойчивость программы к алкоголю. И вот у детей, которые достались родителям очень тяжело, то есть применялись и кор, родились с критически малой массой тела, им пить нельзя в будущем по медицинским показаниям, потому что алкоголь у них вызывает припадки. Припадки. То есть алкоголь является активатором судорожной готовности. То есть и, соответственно, эти дети, видя как ритуальное красивый белый стол, красивая музыка, красивые салаты, улыбающиеся родители, у ребенка программируется вот это поведение, это эмоциональное подкрепление, и тогда, когда родители ему говорят, это нельзя, а он визуализирует совершенно другую ситуацию. Поэтому я им вначале сказала, нужно не говорить, что нельзя, а показать, как можно прекрасно справлять праздники именно без алкоголя. Нужно уходить от этих ложно-культуральных традиций. Мы должны в центре угла поставить ответственность за свое здоровье. То есть это я, это мое здоровье. И я никому не дам его разрушить. И еще, наверное, я буду несколько циничной, приведу такой пример. У меня есть пациент, который многое-многое время, он не потребляет алкоголь, он даже как-то и в прессе выступал, и на мероприятиях везде говорит, что он имел достаточно бурное прошлое. И он всегда говорит такую фразу, Ренгейна, вот все делится на две половинки. День и ночь. Мужчина, женщина, черный, белый, умный, глупый. Вот я умный человек. Я понял, что если я буду пить, я пропаду. Но, но, если люди перестанут пить, то доходы от продажи и реализации алкогольной продукции у меня упадут. Соответственно, люди должны думать. На то им дан мозг. На то им дан коэффициент интеллекта для того, чтобы построить логическую цепочку. Поговорим о людях. Я знаю, вы проводили день открытых дверей и говорили на тему Новый год без алкоголя. Как люди реагировали? А вы знаете, неплохо реагировали, особенно родственники. Многие делились своими примерами, которые показали, что Новый год без алкоголя оказывается действительно ярким праздником. Потому что утром 1 числа эти люди просыпаются в ресурсном состоянии. У них не стучит сердечко. Им не надо вызывать скорую помощь. Во рту у них бяки нет. Головушка не бобо. То есть они могут спокойно выйти. Их ходить гулять. Конечно. И еще один большой плюс. Им не надо разбирать залежи вечерней пищи, которую не до этой отмывать скатерть. И не приводить свое лицо в нормальное человеческое состояние. Поэтому, вы знаете, много было очень людей в день открытых дверей. Было очень много интересных вопросов. Я даже хочу сказать, даже наши специалисты давали советы безалкогольных коктейлей. То есть как это можно. Ведь смысл нашего поведения человеческого, который программирован на алкоголь, заключается в том, что когда люди собираются, а наши люди, к сожалению, не умеют общаться, не умеют чувствовать друг друга, они сидят и не знают, как же начать вот этот вечерний банкет. Хотя способов проведения этого вечернего банкета полно. Тем более нам сделали все условия для того, чтобы мы пошли на залив. То есть там не надо мучиться, не надо готовить с утра все эти салаты и всякие заливные. И тогда, когда идет безалкогольный атрибут, он вот дает замену алкоголю, что-то в руках он держит, уже проще. Ну и понятно, что трезвый праздник требует и более тщательного подбора к самой программе. Потому что если нам всегда говорится о том, что он напился и мордой в салат, то здесь для того, чтобы быть на высоте, нужно готовиться и стихи посмотреть, и песенки посмотреть, и танцы какие-то. То есть надо очень много думать, а не надо мордочкой в салате лежать. Спасибо большое вам. И скажите еще вот напоследок, кто-то посмотрел, сейчас нас кто-то услышал, возможно, проходя мимо телевизора, и подумали, я думаю, ну, хорошо, это не про меня, это в следующем году, возможно. Вот что вы могли вам сказать, вот еще раз обратиться, и вот чтобы они сделали именно в этом году такой шаг решить. Вы знаете, вот чем раньше мы примем решение убрать алкоголь из своей жизни в любых его видах и качествах, тем дольше вы проживете, чем насыщеннее будет ваша жизнь, и тем мудрее и здоровее будут ваши дети. Поэтому до Нового года две недели. И я желаю нашим жителям действительно яркого, трезвого, здорового Нового года. И заранее хочу поблагодарить, что врачи тоже люди, потому что у нас всегда в праздничные дни боевое дежурство. И только в новогодние праздники длинные поступают эксклюзивные случаи, как пяткой в зубы подрались, утонул ребенок в собственной ванной. Вот. Поэтому очень прошу не омрачать свою жизнь. Она у нас очень короткая, даже если мы с вами доживем до ста лет. И еще один очень важный момент тоже хочу пожелать. Вот люди, которые потребляют алкоголь, очень быстро заболевают болезнью Альцгеймера, который приводит к слабоумии. И поэтому, чтобы дедушка Альцгеймер не постучался, из своего рациона нужно исключить именно алкоголь. Хорошего праздничного настроения и успешного Нового года 19-го. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна, за беседу. Спасибо, что пришли, рассказали. Дорогие зрители, я вам тоже советую встретить Новый год без алкоголя. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова